Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобиля марки Great Wall. И в сегодняшнем видео у нас будет автомобиль, который уже бывал у нас ранее. На нем ремонтировалась подвеска, на нем менялась прокладка ГБЦ. Также, ну, видео не снималось, мы там ремонтировали трубки тормозные, потому что они все сгнили. И вообще, в принципе, автомобиль хозяевам достался, скажем так, в таком удручающем состоянии. Но на этот раз у нас другая проблема. У них сломалась коробка передач. Они позвонили, говорят, так и так, какие-то посторонние шумы из коробки. Я говорю, ну, подъезжайте, прокатимся, послушаем. И там уже такой скрежет стоял, что, ну, в общем, чему-то там определенно было плохо. Значит, я предложил следующий вариант. Он наиболее правильный, на самом деле. Приобрести новую коробку передач в Китае. Оригинальную, заводскую, все. Но новую. Почему новую? Потому что старые коробки, вот, ремонтировать старые коробки, вот эти, это крайне геморройно по причине того, что долго искать запчасти. Если какие-то подшипники и прочее мы можем подобрать здесь, то, например, шестерни, там, валы и прочее, это надо очень долго и муторно искать. Их нет нормальных, этих запчастей, на эти коробки. Поэтому это очень геморройное мероприятие. И, как правило, недолго ходят эти коробки после ремонта. Поэтому было принято решение заказать новую. Ну, а все остальное в ролике. Вот и приехал к нам наш старый друг. Этот автомобиль, вы могли видеть, мы ему подвеску ремонтировали, меняли прокладку ГБЦ, и вообще, в принципе, периодически машина приезжает к нам на обслуживание. Здесь проблема следующая. Значит, КПП издает странные звуки. В общем, было принято решение о замене коробки, потому что ремонтировать эти коробки вообще смысла я не вижу. Этого ремонта хватает крайне ненадолго. А с учетом того, какие сейчас запчасти приходят, я вообще, тем более, смысла не вижу. В общем, из Китая была заказана абсолютно новая коробка на эту машину. Вот ее маркировочки. В общем, сейчас мы будем удалять старую коробку, переставлять сюда раздатку и все остальное. И будем внедрять это все на место. Сняли передний кардан. А тут все печально. Крестовина живет отдельно от кардана. Сейчас попробую. Я думаю, вам это и так, в принципе, видно. В общем, труп. Сейчас разбираем в салоне, чтобы нам отсоединить рычаги. Я смотрю, тут уже какие-то интересные люди побывали. Там с шайбочками, тут заводской. Там вот вообще спилено даже следы, в принципе, видно, что это пилилось все. Здесь, кстати, тоже видно. Ну, блин, очень интересный автомобиль. Ну, что ж, коробку мы сняли. Ребята, точнее, сняли. Я тут пока другими делами занимался. Коробка оригинал. Выжимной уже тут труп. Вал тоже люфт имеет. Все как-то. Ну, и говорит, тут коробка уже все. Она уже устала. С учетом того, сколько это все ездит. Здесь вот сейчас сцепление сразу тоже поменяем. Подшипник в коленвалу тоже поменяем. Цилиндр сцепления у нас на коробке новый. Будем ставить новый. Потом что еще-то. Ну, здесь, конечно, машина очень уставшая. Вообще, в принципе, по кузовщине здесь ребята пока откручивали поперечину. Очень сильно устали, скажем так. Собственно, вот и сама поперечина. Ее уже просто расслаивать начало. Ну, блин. Автомобиль просится уже отдыхать. Ну, что ж, коробка заняла благополучно свое место. Все карданы все на месте. Сейчас зальем в раздатку масло. Ну, и будем проверять. Итак, значит, все мы здесь поменяли. В общем, те трудности, с которыми мы столкнулись, в принципе, показаны в ролике. Автомобиль очень старый. Крепеж весь закисший. Где-то он уже там и сварившийся друг с другом от ржавчины. Ну, донесу. В общем, коробку поменяли. Автомобиль сейчас передвигается хорошо. Попутно поменяли сцепление. Диск с корзиной сразу. Вжимной рабочий цилиндр сцепления у нас уже были. Поэтому, значит... Точнее говоря, они пришли вместе с коробкой. Залили свежее масло. Мы порекомендовали его там после обкатки небольшой поменять. И на этом отпустили. Люди катаются. Проблем вроде сейчас нету. Все хорошо. Ну, более мне здесь с вами делиться нечем. Если вам необходимы запчасти, вы можете обратиться к нам. Напрямую из Китая от поставщиков завода заказываем это все. Точнее говоря, от поставщиков конвейера даже. Заказываем это все. И нам приходят запчасти оригинального качества. То есть, даже все как полагается. Ну, а на этом все. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. Всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.